сегодня мы с вами познакомимся с одним стартапом из кыргызстана мы в мэйдских сооснователям а самой главной командой и узнаем как уже сегодня вы через приложение можете найти себе психолога и тренера сидя в кыргызстане на глобальном рынке поехали мы сегодня в гостях в еще одного стартапа кыргызстана который уже работает в нескольких странах камера джангазеев огромное спасибо что присоединились пусть и с опозданием к нашему интервью и на самом деле у меня наверное первое хочется начать с такого вопроса как вообще вы за несколько лет построили стартап фото компанию которая уже пользуется скольких странах в трех в трех странах уже очень много пользователя кстати не знаю сколько вот кстати сейчас тоже разознаем с чего все началось вообще как как вы пришли к сексбокса в трех странах здравствуйте дина спасибо большое что пригласили на интервью очень приятно поделиться своим опытом с молодым ну и не только поколением будущих предпринимателей стартаперов а моя история началась достаточно давно я занимаюсь предпринимательством больше 10 лет ну начинал стандарты с того что продавал овощи в комках и потом много других видов деятельности но это всегда практически были какие-то свои инициативы предпринимательства мало и вот и в 2017 году когда я вернулся после обучения после магистрской степени я решил что хочу работать в той сфере где я буду и получать удовольствие и приносить пользу людям и при этом эта сфера будет еще масштабируемой и интересны и так как я давно занимаюсь спортом порядка в 20 лет наверное я решил что это должно быть связано спортом и идея о правильном питании как раз пришла во время тогда в 2017 году бичкеке это идея только только зарождалась и когда мы открывали отдел продаж который собственно состоял из меня это вы еще моих приятелей друзей мы очень много сталкивались с тем что нам приходилось объяснять вообще люди что такое правильное питание потому что люди путали это с какими-то бадами с какими-то протеиновыми порошками и так далее и нам приходилось очень много рассказывать людям что такое пп вот а со временем люди стали больше узнавать у нас увеличивались обороты мы росли производственном плане потому что наши компании это в первую очередь dark kitchen иными словами это кухня большая производство ежедневная которая большим трудом огромного количества профессионалов поваров посудомойщиков техничек курьеров операторов работают над тем чтобы доставлять весь этот объем питания которым мы берем заказ у людей вот и полтора года назад мы решили что нам пора двигаться дальше потому что к тому моменту мы выстроили все процессы внутри компании мы были финансово стабильные то есть у нас была прям ощутимая четкая прибыль и мы понимали что рынок бишкек уже полностью охвачен так скажем на процентов 80 нашей компании еще где-то 20 процентов были они распределялись между другими компаниями нашей сфере и первым рынком куда мы вышли это было алмата потому что это ближайший город а и близкие духовную и законодательно очень похожи и культурные люди принципе понимают что это такое на том же уровне как бишкек находится поэтому первым решением было алмата затем мы пошли в ташкент и после этого открыли основу поэтому ну на сегодняшний день мы международная компания хотя всего в трех странах но мы гордимся этим работаем дальше и планируем в этом уже получать следующем году развивать направление франшиз я думаю что в течение следующего года секс бокса станет еще больше вау круто самом деле не очень нравится история вообще предпринимателей почему потому что это требует огромного ну количество наверное дерзости чтобы такое я начинаю новое направление типа я придумаю новый вид питания здорового для населения в кыргызстане и там в казахстане в узбекистане а потом я буду его еще доставлять а потом я еще буду это делать потому что берутся и как так вообще ну вот как вы видите вообще стартаперства или вообще понимание предпринимательства потому что у нас многие смотрят как раз люди которые ну где-то наверное хотят что-то создать созидать открыть компанию идею но это всегда вот этот вот между вот этим вот у меня пришла идея и вот пойти и вляпаться в эту историю на минимум три года это же заявить всему миру и самое главное это наверно близким друзьям что вот я хочу делать то-то то что страх провала всегда всегда высок и и люди наверное не рискуют из-за этого вот как у вас эта история складывалась я скажу честно что я тоже очень сильно боялся просто когда я очень люблю читать художественную литературу и когда в классе 11 я не помню какую книгу читал я прочел оттуда очень важное выражение я думаю для моей жизни который гласил о том что чем отличается храбро от труса трус это тот кто боится и не делает а храбрый тот кто боится и делает а поэтому если есть какая-то идея которую ты горишь то важно помнить что если у тебя не получится и будет провал то что помимо того что ты финансово пострадаешь пострадает твое эго и это самый большой барьер нас как людей того что мы очень сильно бережем свое эго боимся зафакапить что-то сделать не так вот но важно понимать что принципе для всего мира всему миру вообще наплевать на нас и получится у нас не получится особо мир никак на это не посмотрит за исключением каких-то там завистников или еще кого-то а близкие люди всегда поддерживают даже если тебя не получится кстати да я вот недавно только тоже вот в рамках интервью именно стартап нации главное отличие предпринимателей стартап стартап основателей от людей которые не идут в это это в то что все стартап именно основатели предприниматели все боятся но они идут в этот страх и таки балкон и болсон короче и на самом деле вот это и есть самая отличительная черта которая я вот по крайней мере за все вот эти серии интервью заметила что да мне страшно да у меня есть провалы да у меня из пока пытал меня вот это вот это не получилось ну и ну и норм и идут дальше а вот если говорить сейчас сегодня секс бокс это что секс бокс это вообще своей миссии это та компания которая задача которая здоровить население земли поэтому мы движемся в этом направлении и для того чтобы достичь этой цели нам необходимо быстро масштабироваться а масштабирование приходит на сегодняшний день с помощью некоторых айти решений поэтому мы сейчас называем six box food tech компания потому что мы в своей внутренней системе внедрили на очень сильные эти решения которые опять же обошлись нам очень дорого по времени в первую очередь ну и по деньгам мы несколько раз пытались и начинали отцифровывать внутренние бизнес процессы но несколько раз это не получалось мы брались заново вот и на сегодняшний день у нас есть внутренняя система она называется erp enterprise ресурс плани что означает планирование ресурсов предприятий на русском языке и и эта система позволяет нам сегодня зайдя с телефона или из ноутбука для управленцев посмотреть сколько помидоров черри мы уже нарезали в ташкенте или сколько например клиентов было доставлено в бустандыском районе в алматы вчера вечером и это помогает нам следить за процессами в первую очередь а во вторую очередь для нашей цели выйти на франшизу это будет очень хорошим инструментом для того чтобы помочь нашим франшизе партнерам правильно выстраивать свою внутреннюю систему чтобы их филиал был прибыльный чтобы их работа была эффективной и чтобы мы быстрее развивались мая задача заключается в том чтобы наладить коммуникацию в командах у нас есть разные команды есть отдел разработки есть отдел сейлза есть отдел продуктовый и моя задача чтобы мы все синхронизировались как команда и были на одной волне то есть мы знали что происходит на продукте все одновременно почти что и если какие-то происходят изменения то есть мы получаем обратную связь от клиентов наших которые допустим чем-то попользовались им было неудобно и мы такие о всем мы поняли они дают нам обратную связь и эту информацию моя задача донести до всех членов нашей команды чтобы мы начали искать решение да трудность наверно заключается в том что не было такой сильной синхронизации до этого да сейчас мы как раз над этим работаем чтобы синхронизироваться и быстрее двигаться и если говорить сейчас вот вы как именно фото компания которая за здоровый образ жизни за здоровое питание куда дальше идете какие новые может проекты стартапы есть а да на самом деле очень кстати вопрос потому что сиксбоксе на сегодняшний день очень сильная команда управленцев и я понимаю что мое участие сейчас напрямую в управлении компания она не несет столько пользы сколько если я буду просто давать какое-то стратегическое направление свое видение поэтому так скажем сиксбокс растет и и развивается с помощью тех людей которые сейчас им непосредственно управляет а я как человек предпринимателю который просто не может не жить с полным забитым графиком недавно задумался об очень интересной идее это случилось в другой стране мы с одним из до моих друзей и стартаперов и не за вы с ним снимали нет с эрмеком ричи мы сидели в лобби отеле я просто листал инстаграм тренеров знакомых своих я увидел о том что многие тренера общаются друг с другом общаются со своими подопечными клиентами через ватсап проводят ватсапе же видеозвонки и я просто написал говорю слушай вот тебе удобно ватсапе видеозвонок это же все-таки мессенджер отдельно говорит ну удобно так себя выхода нет я говорю а как ты трекаешь следишь за тем что твои подопечные питаются он говорит ну я себе в журнале записываю я говоря как ты выставляешь время когда у тебя тренировка он говорит ну я в google календарь захожу и там букаю себе время а оплаты как проводишь ну кто-то на им банк скинет кто-то на оптимум и я подумал а что если взять и все вот эти инструменты которым он пользуется объединить в одну платформу и предоставить готовое решение для профессионалов чтобы они могли беспрепятственно проводить свои сессии по тренировкам как онлайн таки оффлайн и эта мысль начинала все больше поглощать меня потом я уехал в другую сторону еще созвонился с тобой мы пообсуждали по брейншторм или и вернувшись обратно в кыргызстан я собрал таких сильных ребят и самое главное близких по видению жизнью людей и мы обсудили этот проект и решили стартовать его делать давайте посмотрим вашу команду да пожалуйста мы всегда доброжелательны вот мы в мэйтс на это кабинет разработчиков здесь сидят наши разработчики которые непосредственно работают над продуктом прошу проходите скоро обеденное время поэтому наши ребят давайте вас познакомим с командой сегодня неполный состав у нас в основном ребята кто работают на фронте абдулмаджит айос разработчик фронта баэль тоже айос разработчик шэр наш один из самых опытных людей юэкс юай дизайнер аналитик поэтому у него два экрана искандер веб разработчик вот по моему вас учился в кодифай вот супер супер а и кундуз наш пьем тоже опытный человек который работал многих стартапах и сегодня помогает нашу команду двигать этот проект называется мув мэйтс мув мэйтс это помощник в области ментального физического здоровья как для трейдера так и для клиента со стороны тренера это серым системы в которые все удобно видеть сразу получать информацию и трекать важные показатели здоровья клиента со стороны клиента это marketplace где ты можешь зайти и здраво проследить оценить по различным метрикам сертификатом образованию опыту работы и рейтингом которые сами же клиенты выставляют профессионал выбрать себе профессионала в этом же месте назначить свои встречи даже провести эти встречи через видео звонки и все это будет фиксироваться видится это очень важно как для тренеров так и для профессионалов ментального здоровья потому что когда мы начали проводить исследования каждой мы узнали что во первых каждой каждой сессии психолога она проходит по определенному стандарту у них есть сценарии у них есть тесты которые они проводят у них есть заметки и все это мы включили в нашу платформу ну это все внедряется постепенно вот я думаю что ближайшие полтора-два месяца весь этот функционал уже будет доступен и это платформа для клиентов помогает снизить барьер коннекта с профессионалом потому что на сегодняшний день клиентам чтобы найти фитнес-тренера или психолога им приходится заходить в инстаграм смотреть потом инстаграм очень лимитирован потому что ты можешь описать о себе что биография очень короткая и человек не может здравооценить насколько тренер профессионально в инстаграме я никто не выставить тебе рейтинг как профессионал вот со стороны психолога есть платформы где ты можешь зайти посмотреть психолога но записаться к нему в этом в этой же платформе провести сессию потому что сейчас очень много сесть и психологи проходит онлайн тебе не обязательно и ехать к психологу сидеть на вот чтобы это все было возможность чтобы люди ближе были к своим профессионалам а от этого счастливее мы придумали целом все это весь этот функционал да вот здесь можно как раз увидеть опыт работы языки на которых он ведет тренировки потому что вот если это будет извиняюсь что перебил если это будут международные клиенты например ты живешь в соединенных штатах америки тебе очень дорого платить за тренера то ты можешь взять тренера из кыргызстана онлайн да и проводить тренировки онлайн поэтому если ты здесь сидишь и знаешь английский язык как тренер то ты можешь брать клиентов со штатов иметь чек в два раза больше зарабатывать два раза больше и при этом это все равно будет дешевле для клиента который сидит штатах поэтому мы таким образом соединяем мир наших нет низкоэкономических стран тренеров и и богатых клиентов которые штата в дубаях и в европе сидят но с помощью вот этой штуки по языкам по странам так как я джун и у меня не так много лет опыта но постепенно с каждым днем мы узнаем что-то новое у нас есть сеньор-разработчик он нам постоянно помогает советует объясняет рассказывает как делать все правильно команда у нас очень дружная коллектив очень классный начальник всегда поддерживает нас он к нам относится очень хорошо и очень редко нас ругает поэтому у нас всегда позитивный настрой мы делаем продукт мы делаем продукт с душой лично я это мой первый такой масштабный продукт я его делаю с ну на максимально максимально как я могу и я вкладываю туда свою душу то есть я когда вижу код то там как будто есть частичка меня мне нравится идея именно с психологами потому что я к местным специалистам не хожу в силу многих обстоятельств но я беру в основном онлайн и у меня вот часто такое было что мне дают какой-то тест нарисую вот это вот это потом я должна в телеграме свод и потом отправить она то есть ассоциативные вот эти штуки то что записи я у себя в гугле отмечаю потом скидываю через к там еще там переводы все вот это на самом деле это очень крутая штука и ждем не дождем сервей уже вышел продукт или вы продукт у нас выходит в конце этой недели он будет доступен в app store сразу и будет доступна в версии версия для play market для андроида будет дорабатываться в течение следующих полутора-двух месяцев и он там тоже будет доступен но вот о чем ты говорила очень важно подметить что особенно работа психологом это очень личные взаимоотношения и вот то что ты говоришь с фото отправил в telegram а для тебя есть небольшая тревожность того что вдруг его telegram где-то открыт на компетом и даже там коллеги этого психолога вдруг увидят и это страх в нашей системе тоже переписку который ты ведешь с психологом будет видно только в твоей карточке только психолог зайдя в твою карточку увидит всю эту переписку или там какие-то заметки свои и этот канал полностью защищены его не видят мы не видим со стороны разработки его не видят никто кроме тебя и психолога то есть это все будет зашифровано и даже если наши ребята захотят кто-то там недобросовестно у них не будет доступа никакого к вашему ой знаю я разработчиков ну это можно вырезать ну чтобы таких ситуаций не было мы очень много работаем над ценностями компании над миссией и у нас очень такой строгий и важный момент для нас отбора наших сотрудников мы очень сильно заморачиваемся над тем чтобы этот человек подходил к нам именно с точки зрения ценностей а потом уже вторым делом мы рассматриваем его профессиональные науки потому что если он хороший профессионал но будет что-то не то делать внутри коллектива его разлагать то ну зачем он такой нужен а здесь шер сейчас разрабатывает обновленную версию интерфейса потому что эту версию мы делали как тестовые сейчас немного пообщавшись с нашими потенциальными юзерами и клиентами мы поняли что часть того что мы сделали и мне нравится не подходит там неудобно и так далее поэтому уже на основе некоторых знаний о том как должен продукт выглядеть шер на фигме рисует то что будет выпускаться уже следующим этапом ну здесь по сути примерно плюс минус такая же система единственно чуть поудобнее потому что как мы видели в этой части там нужно много куда проходить чтобы заполнить здесь же все это будет сразу до первой страницы на главной ты заходишь кликаешь сразу и заполняешь свои сегодня мы познакомились еще с одним стартапом из Кыргызстана в мэйдс с их командой и со основателем холмуратом огромное спасибо что показали познакомились с командой с продуктом ну а мы ждем релиза продукта чтобы уже начать его использовать сегодня же после просмотра этой передачи всем спасибо